Ангелы мира И не каждая галерея способна вместить десятки таких произведений. А дерево в качестве материала для копий выбрано не случайно. На дереве и на флоке работы тактильные. Непосредственно те, кто приходит на выставку, могут не просто посмотреть на работы, но и могут прикоснуться к ним. Дерево имеет такое свойство. Оно не только тактильно передает свою структуру, но и передает еще запах очень приятный. Поэтому здесь создается определенная такая аура, кроме изображения, еще и запах, еще и тактильно можно почувствовать эту работу. У проекта есть своя история, с которой он появился в мире искусства. Его придумала художник из Красноярска Юлия Иванова. 20 лет назад она сильно заболела и каждый день рисовала ангелов в благодарность за прожитый день и возможность общаться со своим ребенком. Через год она выздоровела, а в память об этом непростом времени осталось панно, в каждой клеточке которого был изображен ангел. После она пригласила художников из разных стран и городов для того, чтобы каждый нарисовал ангела. В результате появился целый календарь, где каждому дню должно соответствовать изображение ангела. Так на первой выставке было чуть более 10 работ, а недавно в проект прилетел уже 283-й ангел. Всего в проекте участвуют художники из 24 стран мира. Важный момент, который несет этот проект, это возможность объединения людей, возможность благодарить, возможность находить близких по духу людей и создавать что-то очень важное. Куратор проекта Дина Воробьева подчеркивает, что проект не религиозный. Он создан рассказать о чем-то важном в жизни каждого человека, поэтому на выставке можно найти своего ангела. Кроме путешествующих выставок оригинальных работ и их копий на дереве и флоке, проект также занимается печатью постеров для медицинских учреждений. Так ангела со всего мира дарят свой свет уже в 14 больницах по всей стране. Недавно новые постеры появились в онкологическом центре в Комсомольске-на-Амуре. А еще проект проводит конкурс поэзии. Каждый желающий может выбрать одну из работ и написать к ней стихотворение, после чего будет издан сборник стихов ангела мира. Выставка в галерее Эрзи не ограничилась только работами международного проекта. Своих ангелов представили также художники Москвы и Подмосковья. Важно отметить, что пополнение экспозиции продолжается. На эту выставку ангелы будут прилетать еще целую неделю, потому что не все художники смогли выйти выбраться из новогодней спячки. И каждый раз, когда вы будете приходить, вы будете здесь видеть какие-то новые работы. Кроме того, на выставке появилась скульптура Павла Киприянова и платье от художника-модельера Марины Абдулиной. Маленький ангел, изображенный на платье, стал поводом для его участия в выставке. Я хотела сделать к рождественской выставке платье на эту тему. И буквально, когда я раздумывала, что же это должно быть, мне попала в руки книга о подзоре русского музея, питерского русского музея. И вот эту тему подзоров, я оттуда взяла некоторые сюжеты, некоторые фигуры. Поскольку они все сделаны, это вышивка, это на белых тканях, это прям такая рождественская тема. Вот такое платье получилось. Ну, конечно, ангел, он парит над Рождеством, над миром. Гости вернисажа отмечали тепло и особый посыл представленных работ. А также не случайность того, что открытие выставки состоялось накануне празднования Крещения Господня. Экспозицию можно увидеть в галерее Эрзи до конца февраля. Субтитры создавал DimaTorzok